Что за АП и АНП? Речь идет о сложности алгоритмических задач. И сначала нужно поговорить о том, что такое алгоритмическая задача и что такое ее сложности. Ну, я думаю, вы в целом понимаете, что такое компьютерная программа. Да, верно ли, что все хотя бы одну программу в жизни написали? Так, ну, если у меня, раз ты это не возражаешь, начнем. Ну, в общем, у меня здесь есть о чем поговорить, что вообще программа делает. Да, ну, алгоритм это в некотором смысле синоним программы. То есть можно сказать, что программы это некоторые тексты, которые реализуют алгоритм. Да, алгоритм, соответственно, можно выразить многими разными программами. И, в принципе, программа нацелена на решение какой-то задачи. Но какие вообще бывают задачи? Значит, первое, ничего, различие, которое нам здесь нужно, это то, что задачи бывают массовые. Конкретные, индивидуальные и массовые. Значит, индивидуальная задача, это задача, которая ставится так, что вот есть какая-то конкретная постановка. Например, есть конкретное квадратное уравнение, да, там, с каким-то коэффициентом. Коэффициентом, x квадратным плюс 30x плюс 49 равняется 0. И нужно его решить, да, то есть найти все решения или понять, что решение имеют. И вы все знаете, как это делать. Но вы, значит, не просто как конкретное уравнение решите, а как решить любое уравнение. Да, потому что есть формула. Есть формула для решения квадратного уравнения, да, которая там в каком-то, там, шестом, седьмом или восьмом классе проходит. Соответственно, потом ее можно одинаково применять, подставлять в нее любые числа. Но вот формула для решения такой самый простой алгоритм. Да, самый простой алгоритм, чтобы просто вот взять и посчитать по форме. Могут быть, с одной стороны, более сложно устроен алгоритм возрастов, ведь эти, которые и раньше проходят. Пример алгоритма начисления в столбик. Сложение, умножение, деление. Тут конкретная задача будет там умножить 45 на 82. Да, вот эта вот задача найти, сколько получится. А массовая задача, это вообще, если у вас есть два числа записанных в театричной записи, то как посчитать эти произведения. Или сумму. Ну и, в принципе, вот процедура, которую мы сейчас начали в школе, это некоторые алгоритмы. Начинать с конца, складывать там знаки по таблице, если получился перенос, то я его добавляюсь к предыдущему разряду и так далее. И вот эта процедура работает совершенно одинаковым образом, независимо от того, сколько у вас знаков в числе. Соответственно, вот алгоритмы сложения, умножения, деления в столбик. Это примеры алгоритмов, которые решают массовые задачи. Ну а дальше могут быть более сложные алгоритмы, может быть какая-нибудь система линейных уравнений. Или может быть алгоритмы на графах. Кто-нибудь знает, что такое поиск в ширину или в глубину? Что-нибудь из этого и не слышали, да? Ну ладно. А знаете ли вы про мосты Эйлера? Задача проекта моста Эйлера и Эйлеров цикл. Очень известная задача, и на ней как раз очень хорошо объяснять разницу между ПМ. Начнем мы с конкретной задачи, которую решал Эйлер. Ну а говорят, это и до Эйлера действительно была такая крокетная задача. Значит, был такой город Хюнигсберг, который сейчас называется Калининград. И он в нем устроен тогда таким образом. Там было два острова и еще два Милинграда. И вот такая река. Более-менее с незавамятых времен все четыре части были заселены примерно с 14 века. И в какой-то момент сложилась такая ситуация, что имеются некоторые мосты. Был нос вот такой вот, и такой вот, и такой вот, и такой вот, и такой вот. Вот такой вот, и такой вот, и вот такой вот. Не все из них сохранились до сих пор, но острова сохранились. В общем, на середине 18 века сложилась вот такая картина. И жители города, гуляя по выходным, после воскресного служения задались таким вопросом. Можно ли так погулять по городу, чтобы по каждому мосту пройти ровно один раз? Ну и нигде не перебираться в планах, иначе как по мостам, чрезвычайно не перебираться. Ну и если попробовать идти, то, например, мы начинаем отсюда. Ну тогда можно пройти вот так вот, например, вот так вот, например, вот так вот, вот так вот. Ну и здесь уже видно, что все мосты пройти не получится. Потому что если вы пойдете вот сюда вот, то вот эти вот два не получится пройти. А если пройти вот сюда вот, то, соответственно, вот тот вот один не получится пройти. Ну а дальше можно экспериментировать, да, что можно здесь, например, идти и сюда вот, и сюда вот, или здесь идти и сюда вот, и сюда вот. Но вот если немножко прессовать или поприкидывать в уме, то будет видно, что ничего не получится. Что что не делать, все равно обойти вот так вот не получится. И Эйлер нашел причину, почему это не получится сделать. Эта причина одна и даже. Ну, иногда это причина того, что не получится, иногда это причина того, что получится. Но причина одна и даже не только для этой конкретной картины, не только для этой индивидуальной задачи, Ну и для кого-то картина, даже не объявляйте, на которую можно уложить сам космос. Может быть, есть какая-нибудь орбитальная станция, и там тоже какие-то переходы между разными отсеками. И тоже, соответственно, вопрос, можно ли через каждый переход ровно один раз перейти, и критерий будет точно такой же. Так вот, в чем мы делили? Посмотрим, сколько мостов выходит с каждой... Вот с этого острова выходит 5, с этого острова выходят 3 моста, с этого берега выходят 3 моста, и с этого берега тоже выходят 3 моста. Что важно в этих четырех числах? Все они нечёртые. Да, важно, что они все нечёртые. А почему это важно? А потому что, смотрите, пусть мы где-то стартовали, с какой-то точки стартовали. Значит, ну и вот, с этого острова, получается, выходит один мост, да, заняли один мост. Дальше, следующая точка, какая-то промежуточная. Соответственно, мы в неё один раз пришли, один раз ушли. Да, здесь получилось, что заняли два моста. В следующей точке тоже. Один раз пришли, один раз ушли, получается два моста. Здесь, например, тоже. Один раз пришли, один раз ушли, но, например, пришли уже туда, где... Ну, тогда ещё раз пришли, ещё раз ушли, но тут получается не два, а четыре. Ну, и так получается, что если у вас точка промежуточная, то мы должны были мостов из него ходящих занять в два раза больше, чем число раз, чем число посещений. То есть, для всех промежуточных точек мы посетили чёрное число мостов. И только для начальной и конечной мы могли посетить не чёрное число мостов. Но дальше видно, что здесь у нас островов, из которых не чёрное число мостов идёт, не нули, не два, а четыре. Слишком много. Значит, вот так вот это обойти не получится. В общем случае, задача формулируется так, что есть некоторый граф. Ну, а граф – это, как говорят, такая картина. То есть, там есть точки, которые называются вершинами или узлами, или как-нибудь ещё, в данном случае основами. или есть какие-то пары вершин, выделенные, которые тут мосты обычно называются рюбром, но также могут называться связями, ещё как-нибудь. Ну, в общем, получается, что граф – это просто набор из точек и связи между ними. И дальше в графе возникает то, что называется маршруты или пути. Ну, это тоже результивно понятно, что вот начинаем с какой-то точки, дальше в какую-то рекрую идём, в какую-то новую точку приходим, ещё в какую-то рекрую идём, в какую-то точку приходим, может, не новую, может, уже самую. Да, вообще, вот такая вот цепочка чередующихся вершин и рюбер – это маршрут или путь. Ну, а ээрофуть – это такой путь, который ровно один раз проходит по каждому рекрую. Ээрофуть ровно один раз проходит по каждому рекрую. Ну, а задача, которую я говорю, состоит в следующем. То есть, дан граф, да, то есть, дан просто список вершин и рюбер между ними, и нужно по этому списку, по этому описанию понять, есть в этом графе мейлеров путь или нет. То есть, пока что мы выяснили следующее. Если мейлеров путь есть, то тогда вот таких вот нечётных вершин не больше двух. Но тут я не хочу громко говорить «доказали», потому что, чтобы это было прям настоящим доказательством, нужно это всё не только словами, да, но, в общем, раскрыть, что такое рёбра, там, строго сказать, что вначале проходит гроба и не нас покажет на игру. Это я всё хочу пропустить, но, по крайней мере, мы показали, почему теория восприятия. Конечно, нужно теория восприятия, что если в графе существует хейлеров путь, то количество вершин с нечётным числом соседей не превосходит двух. Ну вот это число соседей ещё степенью вершина называется. Да, то есть можно сказать, что число вершин в нечётной степени не больше двух. Ну, не больше двух, значит, ноль один или два, а вот одна вершин, может быть? Нет. Ну, на самом деле, нет. На самом деле, нет. Ну, потому что, во-первых, если есть путь, то тогда уж все промежуточные точно чётные степени. И ещё есть начальные и конечные. Ну, вот если начальные и конечные – это разная вершина, то тогда у них степень нечётная. Вот. А ещё может быть так, что мы вот тогда как-то так прошли и прошли и вернулись в ту же самую вершину, с которой начинали. Ну, тогда говорят, что это не просто Эйлеров-путь, а Эйлеров-цикл, потому что он вернулся в ту же точку. Ну, и тогда просто уже у всех вершин будут учётные степени. Вот. А так, чтобы была одна вершина, такого быть не может. И на самом деле это не может быть не только для графа, в котором есть Эйлеров-путь, но и вообще для любого графа. Почему? Вы считаете двумя способами количество ребер? Ну да, это слема рукоподатья. Да, там ещё есть такая задача про марсиан, которые все взяли за руки. Да, есть задача, что есть там новый марсиан, у которых разное число рук. И они все собрались на одной площади и все взяли за руки. Оказалось, что ни одна рука не осталась свободной. И тогда нужно доказать, что число марсиан с нечёрным числом рук не просто не равно единице, а чёрное. Ну, потому что число рук в два раза больше, чем число рукопожатий. Да, для рукопожатий нужно две руки. Раз ни одной свободы руки не осталось, значит, только рукопожатие. Все руки участвуют в рукопожатиях, и в каждом рукопожатии две руки. Значит, общее число рук чёрным. Ну, а дальше, если убрать всех курсиан с чёрным числом рук, то тоже останется чёрная сумма. Ну, а если сумма чётная, а все слагаемые нечётные, то слагаем только чёрное число. Да, чтобы все эти нечётности сократились. Вот. Поэтому, значит, одна здесь не может быть вершиной вверх ни одной, ни одной, ни одной. Так. Ну, чего? Это понятно? Хорошо. Представляете, что это в одну сторону. Теорема, то есть если путь есть, то тогда число вершин не больше двух. Необходимые условия. Вот. Или свойства. Свойства графа с рейдером путём, что в нём должно быть вот такое число вершин. Являет ли это достаточным условием? Ну, на самом деле, нет. Потому что бывают графы, которые называются несвязанными. Несвязанный граф, это означает, что вот есть один кусок графа, где там все друг друга связаны. Как, как? Ну, не все, а какие-то, какие-то решины друг друга связаны. И ещё и другой кусок, да, какой-нибудь вот такой вот. И, соответственно, здесь связано, здесь связано, а между ними никакой связи нет. Ну, если так, как здесь нарисовано, то тут получается, что вот в этой части у всех решин чёрной степени, в этой части у двух вершин нечёрной степени, значит, вот это вот свойство выбора. Две вершины нечёрной степени. Но при этом этого пути не может быть, потому что никак нельзя из вот этой части пойти вот в эту часть. Да, то есть это такие изолированные сети дорог, и, соответственно, не пересаживаясь там на паром, или на самолёт, или на что-нибудь, никак нельзя из одной сети перейти на другую. Даже если каждую из них можно вот так объехать, всё равно никак нельзя с одной перескочить на другую. Поэтому на самом деле нужно, в другую сторону нужно ещё одно свойство, и это уже будет необходимое и достаточное условие, то есть то, что называется критерий. Теорема такая, что в графе существует Эйгера в путь тогда и только тогда, когда выполнены два условия. Значит, первое, ну, это вот это вот, то есть число вершин нечёрной степени, нечёрной, нечёрной в смысле, а не больше двух. Значит, равно 0 или 2. Значит, равно 0 или 2. И второе, то есть то, что граф связен. Граф связен, то есть из любой вершины, любую другую, можно пойти по какому-то пути. Граф связен. То есть любой пары вершин есть пути за одну и другую. То есть любые две вершины соединены путём. Ну, а тут надо договориться, как мы вот такие вот изолированные вершины рассматриваем. В принципе, если мы требуем прохождения по каждому ряду, а посещение вот таких вот изолированных вершин не требуем. Тогда тут второе свойство нужно немножко более громоздко сформулировать, да, что вот есть такая вот связанная компонента, да, то есть один большой кусок, и ещё допустимо наличие вот таких вот изолированных вершин. Но более естественно требовать ровно один раз по каждому ряду и хотя бы один раз по каждой вершине. Хотя бы один раз через каждую вершину. Ну и так, да, если есть такие изолированные вершины, то сразу, ну если вообще только не одна вершина в графе, да, если есть большой кусок изолированных вершин, тогда вот это вот тоже нельзя будет. Это вот в разных источках по-разному формулировать, то есть тут как вам больше нравится. Мне кажется, что есть вот такая туристическая метафора, что обойти, то, конечно, мы не только по каждому мосту пройти, но и отсюда побывать, да, если тут есть ещё один островок, то тогда, если в него нельзя попасть, то значит целиком город обойти нельзя. И тогда вот для такого определения это будет верная теорема. Продолжение следует...